Всем здарова, друзья, с вами Тим, и это новое видео на столице клана. И сегодня оно будет немного особенным, потому что в прошлом видео некоторые районы еще не были пятого уровня, а сегодня, как видите, все черное. Да, эти районы еще не прокачаны полностью, но уже максимальный левел достигнут из столицы десятого уровня. Ну и самое главное, остается всего пять атак, это мои атаки, а соклановцы абсолютно все уже проатаковали и сделали шесть атак, а это значит, что общее количество будет три соточки. А это говорит о том, что, возможно, мы зафармим более полторы тысячи медалей, но это мы узнаем только через час и девять минуток. Ну а пока давайте посмотрим обстановку на каждом из районов и, соответственно, на столице. Просто я давно этого не показывал, что нам осталось прокачивать и как примерно все это выглядит. Как видите, уже основная база, столица выглядит очень так угрожающе и брать ее тяжеловато, потому что большая часть дефа уже прокачана до фула. Ну а прокачивать нужно, конечно же, основные здания. Остается совсем немного и нужно будет обязательно их докачать. Хотя, кстати говоря, это новое строение, но это важные строения дефа, которые помогают в защите. И это нужно качать в первую очередь, ну если вы, конечно, взялись за дефенс. Мы же на данный момент придерживаемся прокачки любой. То есть, неважно, куда бы ты ни потратил, это будет приносить профит. Так что абсолютно неважно, что прокачивать, тем более все районы уже прапаны. Остается вот, что нам прапать. Ну, честно говоря, еще очень много всего. Если только вот сюда вот так вот посмотреть, это скажется, что минимум один рейд. Вот, минимум. А значит, что, может быть, даже и два, а может быть и три. Да забор только чего стоит. Забор-то дорогущий, капец какой. А мы его, конечно же, качать будем в самый последний момент, когда нам уже делать будет нечего. Мы его обязательно вкачаем. Лагерь варваров. Кстати говоря, про лагеря. Все они у нас прокачаны, а это в сумме 250 мест. Вроде бы как, я не ошибся. Посмотрел все районы, нигде больше лагерей нет. Значит, это максимальное количество. Ну, и, соответственно, баночки тоже. Это максимальный лимит. Ну, и по прокачке, вот, примерно, можете посмотреть. Не сильно изменилось, но мы сейчас качаем супер колдунов, по возочке качаем. А вот голема там, дракона, вот эту вот фиговину. Мы вкачали один левел ее, но остальное потом. В общем, это не сильно важно. По банкам остается всего джамп и фриз. Но тоже без проблем прокачивается. Этим мы займемся попозже. Ну, а лагерь варваров у нас выглядит как-то вот так. Да, тоже забор там. Да, это все понимаем. Это еще займет, наверное, очень много времени. Потому что, ну, блин, один левел забора 100к стоит. Это еще мелочь. Самое главное, это будет прокачка там до пятого левла его. И там будет, мне кажется, просто один рейд уходить на... Даже, может быть, два рейда на один левел забора на одном районе, заметьте. Так что к фулу еще мы не скоро придем. Но все же, вот что нам нужно прокачивать из строений. То есть, еще очень-очень много всего. Идем дальше. Долина колдунов. Что у нас тут интересного? Тут прокачиваются баночки. И как раз-таки вот тот же самый джамп. Стоит он у нас 160к. Но это не проблема. Вообще легко можем прокачать до фула. И, возможно, на следующем рейде мы этим займемся. Ну и, кстати говоря... Ага, здесь фриза нету. Ну, в общем-то, основную часть баночки, которые нам нужны, мы прокачали. А все остальное уже потом, когда будет возможность, время, мы обязательно вкачаем. По прокачке строений тут тоже много дешевого есть. Но при этом нам уже не нужно качать дешевые строения, чтобы переходить дальше по левлу ратуши. Ну или же столичной ратуши. Ну, неважно. Короче говоря, все прокачано. Поэтому мы никуда не спешим. Качаем то, что нам удобно. А не то, что нужно для дальнейшего апа. Естественно, прокачивать тут вот, смотрите, сколько бочки стоят. Ой-ой-ой. Площадка летучая. Вот летучая крепость сколько стоит? 600к. И при этом маловероятно, что в клане ей кто-то будет играть, если только какая-то фан-атака. Поэтому это все потом. Просто убивать один рейд ради одной бочки. Ну, такое себе удовольствие. Поэтому идем дальше. Лагуну шаров полностью проверили. Еще три района остается. И они такие самые менее прокачаны. Хотя, кстати говоря, с драконями, утесами я бы поспорил. Они неплохо так прокачаны. Кстати говоря, я сливаю пока что золото вот сюда. Не знаю, получится ли в соло вкачать, либо кто-то еще будет сюда тратить. Но почему-то я хочу вкачать именно супер колдунов и повозочки. Мне кажется, что они имбовые. Так что сюда я и буду сливать золотишко пока что. Естественно, на мастерской строителя качается и пека. Но она тоже дорогая. Настолько дешевле, чем крепость. Но тоже со временем когда-то вкачаем. А и строений дешевого очень много. И буквально за один рейд мы можем все это вкачать, естественно. Но все это уже в будущем. Драконии, утесы, как по мне. Ну, можно сказать, что второй... Нет, третий район, который самый мощный. Потому что раз, два, три, четыре, пять, шесть драконов. Арбалет, адские, копьеметы, ловушки. Короче говоря, этот район очень частенько берут даже за три атаки. Ну да, это неопытные. Но в основном три атаки тратят сюда 100%. Ну и самый ластовый район остается у нас. Карьер големов, который не сильно тронут. Но при этом тут есть три ракетки, которые очень сильно помогают в дефе. Ну и, кстати говоря, нужно немножко изменить базу. Потому что вот эту фиговину могут легко снести. Надо будет куда-нибудь вглубь поставить. Ну и по прокачке, естественно, тут можно тоже много всего качнуть. Но, как я говорю сегодня, это все в будущем. Практически 16 кланов мы разгромили при нынешней прокачке. Я считаю, это очень много. Вот почему я говорю, что сегодня, возможно, мы получим более полторы тысячи медалей. Конечно, и 1400 уже хватает более чем. Потому что, ну блин, за неделю ты очень много покупаешь всего. Считай, все кольца можешь купить. Несколько банок. Короче говоря, хватает на все. Естественно, чем больше, тем лучше. Ты можешь просто так покупать магазин и продавать это в гемы там какие-нибудь. Но ладно. И на этом спасибо. И обратите внимание, сколько атак тратится на дефенс у соперника. 24, 28, 22. Вот самое минимальное. А так, в среднем, ну если прям все сложить, я думаю, это будет 24, где-то 23. 28, по-моему, это максимальное. Хотя, вроде как-то я показывал, 32 даже было атаки на нас совершено. Ну а мы же справляемся. 19, 19, 23, 19. Ну, в общем, в среднем 20-очка где-то укладываемся. И этот результат очень даже здравый. У меня на этом аккаунте остается 3 атаки. И чтобы добить этот клан, нужно, ну, скорее всего, все-таки 6 атак. Потому что лагерь варваров, ну, как ни крути, тяжело забрать. Очень тяжело. Я, конечно, попытаюсь сейчас проатаковать лучницами. После этого хочу заскамить гигантов и напасть сюда кабанами. То есть, проигнорировать гигантов и попробовать за 2 атаки снести этот район. Если это получится, оно просто будет пушечно. И с вас огромный палец вверх, конечно же. Но если не получится, все равно поставь лайк, пожалуйста. Вот, я сегодня еще про это не говорил. Ну и, в общем-то, давайте приготовим миксец. И это будут, конечно же, лучницы. Первая атака самая скучная, но при этом самая приносящая профит. Возьму, наверное, 4 тарантула. Ну и, естественно, для лучниц берем рейдж. И есть предположение, что сейчас... Ну, я не смогу забрать основную часть дефа. Но попытаемся. Короче говоря, поехали. Я уже устал оправдываться. Что будет, то будет. Короче говоря, не важно. Самое главное, нам сейчас обрулить как-то ловушечки. Зачиститься правильно. Ну, кстати говоря, я бы изначально лучше бы даже тарантула, наверное, накинул. Чтобы он там проверил все эти дела. Хотя, кто потом будет пробивать секции для лучницы? А, конечно. Не, надо все-таки экономить немножко нам тарантулов. Потому что бывают всякие ситуации. Вот, казалось бы, да, ты взял 6 таранов. Бывает у меня. И это много кажется. А на самом деле, бывает даже и не хватает. Так что, всякое бывает. Так, закидываем вот сюда вот рейдж первый. Потом уже посмотрим в дальнейшем, куда его накинуть. Но пока я не вижу места, куда. Думаю, что вот где-то в бомбежку ляжет он. Ну, примерно в верхнюю бомбежку рядом с большой пушкой. Хотя это тоже бомбежка рядом с пушкой. Ну, короче, вы поняли. Так, ладно, закидываем вот сюда. Вот так вот. Я что-то ловушек не вижу. Похоже, они в секции. И давайте попробуем закинуть тарантула. Опачки, здравствуйте. Здравствуйте. Проверил прям идеально. И взорвал секцию. И еще и раздиффузил. Ну, вообще офигенно. Тарантул Игорь раздиффузил. Вообще прям офигенно. Прям высказывание к нему. Закидываем еще шашлычный случник сюда. Вот так вот. Бамс. Сейчас тут тоже, скорее всего, ловушка будет. Но это ладно. Так, большая пушка. Это враг. И, кстати говоря, мортира тоже враг. Потому что жестко прокачано. И тарантула Геннадия бы куда-нибудь еще накинуть. Ой-ой-ой. Просто, просто красавчик. Нет, все-таки это не Геннадий Тарантул. Это тарантул Игорь. Раздиффузил. Прям сегодня люто. Закидываем вот сюда еще лучниц. Короче говоря, сейчас самая главная задача нам забрать основной дефенс. Который будет нам мешаться. Ну, а дальше будь что будет. Закидываем вот сюда еще лучниц. И тарантула закину немножечко вот так вот. Да. Чтобы отвлекли варвары. А в этот момент лучницы тупо втихаря бы нанесли. Да, конечно. Размечтался. Печально. Нам придется потерять лучниц еще. Чтобы затащить. Хотя, кстати, они взорвались. Лол. Я думал, сейчас взорвутся. И это будет минус партия лучниц. Но, как бы, я только рад. Но, как бы, окей. Окейушки, окей. Жаль, конечно, что под речь не попадают лучницы. И, похоже, да. Придется еще пачку тратить. Ну, да. Ну, ладно. Хотя бы одна лучница пошла вверх. И верхний шарик мы точно заберем благополучно за еще пачечку. Конечно, минусуются у нас уже лучницы. И это уже не радует. Я хотел забрать еще ту пушечку. Чтобы вторая атака была уже пободрее. Но, похоже, не судьба. Так, ладно. Ракетка там еще, кстати, присоединилась. Блин, но чувствую, что со второй атаки нам никак не выйдет. Ну, я не знаю. Вот предчувствия такие, что не управимся. Но попытаться стоит. Короче говоря, закидываем вот так. Вот так вот еще. Можно разряда вот такого бахнуть прямо сюда коронного. И офигительно. 17 секундочек остается. Мы благополучно разбираемся с каким-то дефом. А с каким-то и не разбираемся. Все. Ластовый закинул лагеря лучниц. Большую пушечку мы, конечно же, забираем. И я считаю, что 43% с лагеря варваров очень даже здраво. Эх, друзья. Я уже готов. И как бы я сейчас ни старался. По-моему, это не очень хорошая попытка. Но я постарался, в общем-то. За две атаки мало вероятно, что что-то годного я тут организую. Но я закидываю вот так вот лучниц. Кстати говоря, почему-то две лучницы, даже три пошли вверх. Я не понял, зачем. Что за мув такой странный был. Не понял вообще прям. Из-за этого мне придется добивать... Блин, капец. Я хотел хотя бы одну бобежку снести. Ну ладно. Ну окей. Так, ладно. Закидываем тогда вот так вот как-то кабанчиков. Тут уже закидываем хил вот такой. Надо было чуть дальше. Да, да, да. Э! Игра залагала. Фух, отлагала, капец. Вот самый нужный момент у меня залагивает игра. Просто гениально. Просто гениально. Закидываем вот сюда еще хил. Закидываю побольше сюда кабанчиков. Ну не, не. Как бы я не хотел обмануть тут гигантосов. У меня, по-моему, это не получится. Смотрите, как пушка хреначит. По ним жестко, дико. Я бы их спас прям с удовольствием. Но пушка очень глубоко стоит. И не, не, не. Размечтался. Ага, конечно. Снести за две атаки этот район. Не. И тем более, это, кстати говоря, атака лаживая. Потому что мне следующие атаки придется сносить целую кучу дефенса. Так еще и гигантов как-то обманывать. Ну хотя, кого тут обманывать? Да просто проатаковать так же кабанчиками. Да, снести остатки дефенса. Это уже не проблема. Но очень обидно, если честно. Потому что хотелось бы за две атаки. Но сами видите, что происходит. Шесть гигантов. Ракетка. Мне кажется, если бы ракетка была бы где-нибудь вот рядом с ратушей. И я бы ее снес с начальной атаки. То шансы были бы затащить. Но как бы ладно. Ничего страшного в этом, конечно же, нету. Попытка была. Так что этому я и рад. Закидываем как-то вот так вот еще кабанчик сав. И в принципе, я думаю, этого количества будет достаточно. Ну или же... Да вроде как достаточно. Сейчас добьем уже дефенс. Тут уже раскидаем вот так вот как-то кабанчиков. Чтобы быстрее расправиться с остатками дефа. Хотя кабаны там и так походу справятся с этими гигантами легкими, лайтовыми. Ну и нам остается лишь только посмотреть конец атаки. Ну вот и все. Все атаки проведены. К сожалению, этот рейд мы не добили. 16-й. Но очень неплохой результат я выбил. За 2 атаки практически весь основной дефенс снес. Теперь лишь остается дождаться итогов рейда. Ну вот и подкатили итоги рейда. Это 1462 медальки мы получили. Не сильно больше, чем в прошлый раз. Ну и золота, конечно, добыли не так много. 111 районов мы разрушили. И это примерно так же. Ну, ожидалось, конечно, полторы тысячи. Но мне кажется, для нашего клана это будет уже потолок. И большего... Ну, максимум полторы тысячи. Но, как я говорил, этого количества будет более чем достаточно, чтобы купить все нужные волшебные предметы, которые вам необходимы. На сегодня ролик заканчивается. Когда будет следующий, я не знаю. Потому что ближайшие изменения на столице, я думаю, будут не скоро. А на сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто это еще не сделал. Всем удачки, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok